Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я хочу сделать вторую часть про ароматы Джо Малон. Это вот у меня такой есть набор. И в этом наборе 5 ароматов из их черной линейки. Я не знаю, как она точно называется. По-моему, колони интенсивные одеколоны. И они, естественно, дороже обычных одеколонов. И, честно говоря, несмотря на то, что многие из них мне нравятся, я, наверное, бы не решилась приобретать полноразмерные флаконы. Они существуют только в 100 мл упаковках. То есть сразу купить 100 мл, это надо, чтобы аромат очень сильно нравился. Поэтому всем тем, кто интересовался этой линейкой, но также, как я, не хотел тратить много денег, я рекомендую подождать до Рождества, когда они выпустят такие наборы. Это очень удобно. По божеской цене можно приобрести ароматы, которые нравятся. Здесь, если я не ошибаюсь, 7,5 мл в каждой. Что здесь есть? Ну, помимо красивой подарочной упаковки, как это обычно бывает у Джо Малон, здесь 5 ароматов. Тубероза Анжелика, вельветовая или бархатная роза и уд, ладан и кедр, темная амбра и имбирная лилия, и уд и бергамот. Вот. Сразу скажу, что из всех представленных ароматов, самый мой любимый, это уд бергамот, и я объясню сейчас, почему. Самый нелюбимый аромат, это тубероза Анжелика. И, соответственно, 4 аромата из 5, я считаю, это удачное попадание в этом наборе. Я потратила деньги и не зря. Давайте начну с уда бергамота. Один из самых любимых сейчас ароматов на данный момент для меня. Переходный сезон. Красивый, древесный, не очень густой уд, который не уходит в медицину лично на мне, а остаётся таким, знаете, дымно-древесным ароматом. Мне нравится, что он подчёркнут яркими, звонкими, сочными цитрусовыми нотами бергамота. Это нестандартное сочетание для западной парфюмерии. Мы все привыкли слышать либо розу с удом, либо уд с какими-то там специями, шафраном, быть может, разными, различными специями, которые ограняют, знаете, такие вот очень глубокие аспекты уда. Немножко более мужские, назовём их так. Этот аромат выделяется из толпы тем, что цитрус очень красиво теняет этот аромат. Этот бергамот делает этот аромат удивительно унисексовым. Мужчинам и женщинам подойдёт одинаково хорошо. Подойдёт хорошо для тех, кто, в общем-то, недолюбливает уд. Должна сказать, что прекрасно, знаете, сочетается. Потому что когда я прочитала название уд и бергамот, мне просто показалось, что это две разных максимы, да, то есть это что-то очень глубокое. Одна часть спектрума, вторая это то, что бергамот, это что-то очень свежее, воздушное. Мне показалось, что без чего-то такого нейтрального посередине, между двумя крайностями, будет не очень хорошо звучать. Но нет, звучит великолепно. Поэтому советую попробовать этот аромат из вот этой линейки Colony Intense в первую очередь. Идём дальше. Второй для меня аромат неоднозначный. Это тёмная амбра и имбирная лилия. Dark Amber and Ginger Lily. Что могу сказать про этот аромат? Он интересный, но цветочные ароматы любят на мне шалить. И иногда этот аромат садится на меня очень некрасиво. Он иногда садится, знаете, нотами каких-то лакокрасочных материалов. И это не очень приятно. Эта лилия, наверное, так себя ведёт в сочетании с имбирём, я предполагаю. Иногда этот аромат садится очень красиво. И когда это случается... Я пока не очень разобралась, что конкретно влияет на то, как садится этот аромат. Иногда он садится достаточно интересно. Вот эта вот имбирность, она очень хорошо сочетается с тёмными амбровыми нотами. Вылезает какая-то перцовость, перчинка, которая для меня приятна. Лилии обычно уходят для меня куда-то на второй план. Но вот неоднозначный для меня аромат. Я рада, что у меня есть такой маленький флакон. И я имею возможность попробовать этот аромат. Но для меня он слишком капризный. Кстати, только что здесь обратила внимание, что на флаконы по 9 мл. Это даже лучше, чем, я думала, 7,5 мл. В общем, с этим ароматом очень осторожно. Если цветочные ароматы на вас выдают лакокрасочные материалы, ацетон или что-то подобное, очень осторожно нужно этот аромат пробовать. В слепую точно не покупать. Следующий аромат называется ладан и кедр. Это второй по любимости аромат в этом наборе. Очень прекрасный ладан. Сухой, смолистый, дымный, сладковатый. Ни церковный, ни РПЦ, ни католиков, ничего здесь нету. Просто смолистая такая древесная дымность приятная. Кедр усиливает это сочетание. Мне нравится, что несмотря на то, что это очень глухие, очень сухие ноты, сладость все-таки присутствует, делает этот аромат гораздо более интересным. Это такой сладкий подкопченый дымок. Очень-очень хороший аромат. Наверное, одна из самых удачных лично для меня интерпретаций ладана. Мужчинам обязательно тестировать этот аромат. Думаю, придется очень многим по душе. Женщинам, которые любят ладан, но не хотят пахнуть, как собор Василия Блаженного, то вот сюда. Хорошая вещь. Очень понравилась. Дальше идем. Что у нас тут? Бархатная роза и ут. Ну, если честно, это стандартное сочетание. Здесь я бы рекомендовала смотреть по ценам. Огромное количество сейчас ароматов, которые сочетают ут с яркой, сочной джемовой розой. Это очень красивое, это очень приятное сочетание. Здесь ут на мне не распадается какими-то, знаете, затхлыми химическими компонентами. Нету. Знаете, вот когда используется в аромате мускус, он иногда очень плохо раскладывается. Какие-то очень противные ноты такие. Здесь этого нету. Очень добротно, хорошо и достойно звучит на протяжении всей жизни. Очень красивая, сочная джемовая роза. Опять же, я рада, что этот аромат есть в этом наборе и у меня в коллекции. Но у меня есть несколько ароматов подобной тематики, поэтому мне не нужен еще один похожий аромат. Но если вы хотите или у вас в коллекции нету розы и уда, то вполне себе возможно присмотреться к этому аромату. Он не очень громкий, он не слишком восточный, он не придушит. Красивая роза. Очень, на мой взгляд, торжественный аромат. Присмотритесь к нему. Ну и последний аромат это тубероза Анжелика. И здесь все очень просто. Цветы, цветы, цветы. Тубероза в первую очередь. Она бьет в нос. Она затмевает собой абсолютно все. Этот аромат очень похож на артизановскую невиде тубероз. Иногда мне нравится пользоваться таким ароматом. Это то, что принято называть убер-женственное. Иногда эта тубероза хороша. Но иногда она слишком криклива, слишком придушивает меня. Я должна быть в определенном настроении, чтобы пользоваться этим ароматом. Опять же, я считаю, что вот такой формат 9 мл. Это больше, чем достаточно для меня. Чтобы у меня в коллекции был туберозовый аромат. Но при всем при этом это не то, к чему у меня часто тянется рука. Но если вы любите туберозу, то это очень достойный вариант. Она звучит очень свежо, очень сочно и очень-очень правдоподобно. Это хороший вариант. Собственно говоря, как я уже сказала, обратите внимание на эти наборы. Это очень хороший способ заиметь в коллекции несколько ароматов. При этом не платите очень много денег. К тому же это замечательный подарок для парфманьяка. Если у вас есть кто-то в семье, или, быть может, друзья, да или самому себе, приобрести такой набор, это очень и очень приятно. Я сама в этом году буду смотреть, что представлено в наборах. У них сейчас вышла коллекция ароматов на основе английского дуба. Я пока еще не пробовала, но мне очень интересно послушать эти ароматы. Посмотрим, что они нам приготовили к сезону праздников. Скажите, вы покупаете ли вы такие наборы? Или вы все-таки предпочитаете купить один аромат, но вот тот, который нравится на 100%? Вообще, не только Джо Малон, а вообще вы покупаете парфюмерные наборы? Считаете ли это вы хорошим способом послушать ароматы? Давайте поговорим на эту тему. Как вы тестируете ароматы? Просто на себя пшикаете в магазине, или берете пробники, или заказываете от Леванты, или на распив с кем-то покупаете флаконы? Мне будет любопытно почитать и поговорить с вами на эту тему. Большое спасибо за просмотр этого видео. И до встречи в следующих видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно общайтесь со мной в комментариях. Всем пока!